Здравствуйте, меня зовут Майкл Лонгенекер. Я навещаю вас. Я в Кривом Роге в Украине сегодня. Рад быть здесь. Хочу поделиться с вами из книги «Бытие» мысль о том, что делать, если мы встречаемся с чем-то очень сложным в нашем жизни. Когда мы смотрим на «Бытие» 31 главу, здесь история о Якове. У Якова было очень тяжелое время. У него была проблема с его тестем, проблема с братом. Может быть, у тебя были проблемы подобные, и кажется, что выхода нет. Яков нашел себя в похожей ситуации, и он делал все, что мог, чтобы сделать лучше. Он посылал подарки, он делал соглашения. Но в конце концов, он нашел себя одним у реки. Я находил себя в подобной ситуации раньше. Может быть, вы сейчас в этой ситуации, и кажется, что со всей стороны идет проблема. И кажется, что вы, может быть, возле этой реки также. Я хочу, чтобы вы были вдохновлены, потому что есть ответ на эту проблему. Иногда мы думаем, что мы не можем решить, потому что мы сами создали эти проблемы. Но что мы находим здесь, в этом послании, это то, что Бог дал обетование Якову. Итак, это не произошло легко. Это не произошло мгновенно. Но Якову нужно было провести всю ночь, борясь с Богом. Проводили ли вы когда-нибудь всю ночь, схватившись за Бога, искав ответ для себя? Вот что делал Яков. И Он сказал, «Не отпущу тебя, пока не благословишь Меня». Очень часто мы отпускаем Бога слишком быстро. И если бы мы подержались бы еще немного дольше, если бы мы немножко дольше держались Бога в молитве, если бы мы пребывали бы с Богом и не отпускали, но сказали, «Я буду держать тебя, пока не получусь благословения». Бог будет менять нас. Бог повстречает наши просьбы. И здесь Он изменил Его имя. Он изменил Его сущность. И Он изменил даже способ Его ходьбы. На следующее утро у Якова было другое имя. И Бог даже знак телу Ему дал, и у Него была другая походка. Он прожил эту ночь. Он искал Бога. Он боролся с Богом. Он был в насыщении. И Он не отпускал, пока не получил благословения. У меня было время в моей жизни, когда это было правдой. И, может быть, вы сейчас в похожем времени. Прочитайте 37 главу Бодиеты. Прочитайте эту историю. И попросите Бога, «Боже, дай мне благословение. Я буду оставаться перед тобой, пока не получу благословения. Я буду держаться за тебя, пока не получу». И я пообещаю тебе, что если ты будешь терпеливый, и если ты будешь стоять сильным, и будешь держаться за Господа, Он не разочарует тебя. И Он принесет духовный ответ на твои проблемы, которые есть сейчас у тебя. Ожидай Бога. Держись Бога. И слушай Бога. И благословения придут. И придет ответ. Спасибо. Приятного вам дня.